так я специально положил здесь три карбюратора один карбюратор здесь от бензокосы олеомаг спарта 25 и два карбюратора китайских так сначала я покажу вам карбюратор под косы олеомаг и покажу похожий китайский карбюратор расскажу в чем отличие смотрите вот похожие два карбюратора третий карбюратор тоже китайский но объясню почему я его отложил смотрите два карбюратора вот этот карбюратор это косы олеомаг спарты 25 который стоит 50 долларов вот это карбюратор карбюратор бензокосы китайской бензокосы с 36 поршневой это вот смотрите по внешнему виду они абсолютно одинаковые и этот и этот карбюратор без регулировки то есть регулировка только одна чем они отличаются здесь пластина которая в которую входит тросик газа находится на карбюраторе а здесь эта пластина она находится вот тут просто отдельная запчасть можно на косу олеомаг спарту 25 поставить вот этот карбюратор что нужно сделать здесь смотрите если вы обратите внимание то вот один карбюратор видите трубками я расположил одинаково в одну и ту же сторону он вот так вот стоит на спарте а здесь тросик заходит с другой стороны вам просто для того чтобы вот этот карбюратор стал на олеомаг вам нужно открутить вот эти два винта и вот эту пластину вот эту пластину полностью вместе с заслонкой просто переставить в обратную сторону то есть сделать это вот таким образом я сейчас вам покажу как бы я не знаю еще я почищу карбюратор проверю как он работает если он работает я его поставлю нормально если нет тогда я буду ставить вот этот карбюратор но я покажу что я сделаю для того чтобы не платить сумасшедших денег просто так вот такой вот секрет потому что если пойдете покупать на базар для спарты 25 карбюратор вам его продадут конечно без всяких проблем но вы купите вы купите его за бешеные деньги вот смотрите что я делаю то что я вам рассказывал он станет очень хорошо и будет работать очень хорошо поверьте моему опыту я уже делал это не один раз то есть людям помогал делал ремонты более дешевые спарты работают спарты хорошо теперь смотрите сюда ведь они стали совершенно одинаковыми заслонка работает точно так же просто она теперь в обратную сторону но она подает топливо точно так вот два карбюратора теперь вот такой карбюратор если нужно при необходимости менять можно поставить на спарту 20 если нет такого карбюратора вот есть карбюратор тоже от 36 китайской бензокосы бензокосы у которого есть чем он отличается от этого карбюратора что у него есть регулировка вот этот более предпочтительный как я считаю карбюратор потому что есть регулировка можно подрегулировать скажем так качество смеси потому что в этих карбюратора качество смеси вы не отрегулируете то есть если в карбюраторе забилось где-то внутри канал вы его никак не прочистите канал подачи здесь можно это все сделать вот такие особенности которые вам хотел рассказать о вот этим карбюратором сейчас я разберу вот этот карбюратор его почищу после этого установлю его на пилу буду проверять если все нормально на косу извините если все нормально работает пусть работает если нет то тогда буду ставить другой черт всем спасибо за внимание всего до новых встреч я думаю что показывать как собирать то уже не надо это технически спасибо